Добрый день, Иван Иванович. Добрый день. Добрый день. Вот хотел бы вам задать несколько вопросов. Значит, доцент и государственный институт точной механики и оптики Жуков Геннадий Иванович и первый выпускник нашего института. Геннадий Иванович, вы в каком году закончили институт? Я закончил в 66-м году. А как, мне интересно, расскажите первые годы становления института, как все это происходило? Потому что те студенты, которые у нас участвовали в настоящем времени, интересно это узнать. Интересно, кстати, знать о нем преподавателях. Если говорить, я поступил в первый год, когда Токус открылся, заново открылся в ТУЗ. Он существовал до войны и открывался в 60-м году. У нас было немного, всего две группы технологов и турбинистов была группа. Всего три группы, поэтому коллектив был небольшой, помещения своего мы не имели. Приходилось учиться в аудиториях политехнического института, в основном в гидропоркусе мы занимались. И в дальнейшем, на втором курсе, мы занимались, так как количество увеличилось студентов, занимались в школе на улице Комсомола, на улице Жукова в школе тоже занимались, в отделе технического обучения на ЛМЗ. То есть, приходилось заниматься в разных местах. И другой раз, в зале, занимались в нескольких местах. То есть, приходилось на переезы трайки очень много времени. Но, тем не менее, коллектив был дружный, веселый. И не терялись, мы не терялись. И доезжали с одного места на другое. — Геннадий Иванович, я знаю, что Вы учились со многими людьми, которые сейчас, многие работают, остались на металлическом заводе. А кто это, интересно, если не Сергей Иванович? — На металлическом заводе сейчас из нашей группы работают это Панов Виктор Юрьевич, Лех Монрома. — Это дело в главном технологии, да, кажется? — Да, в отделе главного технолога, мы специально скончали технологии, поэтому в отделе главного технолога Пичугин работает, на заводе турбинных лопаток Тимуш Виталий работает. То есть, Лехеев, Валера, много. У нас все работали, в основном, на металлическом и на заводе турбинных лопаток. — А я знаю, что у Вас и жена, кажется, закончила, да? — Да, она закончила годом позже, закончила, но учились, как говорится, вместе. — И у Вас, я знаю, таких пар, кажется, много в автозе? — Да, совершенно верно. То есть, возраст такой был, и все уже поработали. То есть, мы поступали в автоз со стажем, и поэтому возраст как раз соответствовал. — Сейчас уже в институте очень многие уже дети, значит, те, кто учился тогда, вот из первых выпусков, и сейчас уже подошли вот дети даже вот моих выпусков. Я-то сам закончил в 74-м году, вот, от него были. И вот, а дальше там Ваша судьба сложилась в двух словах. Как Вы попали сюда? — Я работал на ЛАМО, работал, а потом мне предложили здесь лабораторию к Сергею Петровичу Митрофанову на картере технологии приборостроения. Я начинал свою деятельность, так или работу, можно сказать, с инженера, и потом старший, ведущий инженер, потом аспирантура, да, по своему профилю, потом аспирантура, защитил кандидацию. — Есть в институте, и руководителем был Дмитрий Петрович, защитил диссертацию, и ассистентом, теперь пациентом, работаем. — Ну, спасибо. Ну и последний тогда вопрос. А что Вы хотели бы пожелать нашим студентам, выпускникам, но и тем, кто еще только собирается учиться в институте, тем, кто поступает? Что можно было бы пожелать? — Ну, пожелать счастливой судьбы, пожелать, чтобы поддерживали марку в ТУЗах. У нас ведь многие в ТУЗовцы и занимали, и должности большие занимают, и с нашей группы двое. Вот я доцентом работаю, Анисимова, Светлана, тоже. — В Леске технических наук, совершенно верно. Кандидат технических наук, тоже доцент. У нас Михеев, замглавного технолога на Турбинах-Лопахах был. То есть ребята все пошли, как говорят, в гору, то есть получили хорошие знания, хорошую основу получили, и дальше совершенствовались. И не только чисто в технологии, но пошли и уже на современном уровне работают с системами автоматизированного проектирования. Хотя бы взять даже Панова Виктора, который работает на ЛМС, занимается информационно-поисковыми системами. Мне самому пришлось с этими вопросами сталкиваться. — Я думаю, что не только пришлось, а вы еще и преподаетесь здесь. — Да, совершенно верно. И передаю свои опыты и знания, полученные, безусловно. — Ну, Спаси Анатольевич, я знаю, что вы закончили наш институт в каком году? — Это было в 1974 году. — В 1974 году, да? — Да. — И как ваша судьба сложилась в двух словах? Что вы делали после окончания института? — После окончания института я 8 лет работал на Ленинградском металлическом заводе. И только в 1970 году, в неделю месяце, пришел на работу в техническом институте на кафедру машины и обработки технологии обработки металлых газов. — На технической университет, да? — Кафедру Богоявленского, Константин Николаевич. И под руководством профессора Богоявленского я там закончил аспирантуру, защитил диссертацию по холодной пластической деформации печеных порошковых материалов. Это, в общем, моя специальность, узкая специализация. — Ясно. Это специальность близкая? В Афтузе есть такая специальность, кажется, тоже, да? Или нет? Там немножко другая. — Я знаю, что вот мой близкий друг, с которым мы тесно сотрудничали при подготовке диссертаций. Он сейчас преподает в Афтузе и надеюсь, что... — А кто это, если не секрет? — Это Гацеридзе Алексей Вахтангович, доцент кафедры машин и технологии обработки металлых газов. Он очень известный по грамме «Вест Петербурге» «Порошковец». И диссертация у него была сделана там же на кафедре Богоявленского. А первая часть диссертации он сделан на кафедре Григорьева. Кафедра прокатки металлургического факультета политехнического института. — Ясно. — Это те вот две кафедры, которые занимались в политехническом институте и в Петербурге по времени порошковой металлургии. В свое время в материалах съезда это уже активно пропагандировалось. В настоящее время, конечно, это работа надолем. — А заканчивали вы другую специальность, да? — Заканчивал я машинно-технологию обработки металлов резания. — Да, это 101-я специальность в ТУЗе. — Да. Игорь Антонович, а Вы помните каких-нибудь преподавателей нашего института? Кто Вам запомнился с точки зрения качества преподавания? Кто лучше всех читал лекции? Кто оставил самые лучшие впечатления, пока не менее, о себе? — Блестящие были преподаватели в ТУЗе. Это Вейц, Фрэнкель, Борис Ахчин. Потом выпускал у нас профессор Маталин. — Андрей Александрович. — На кафедре был тогда Панов, Датсин Федорович. — Серафимыч Панов, да. — Ну и хороший преподаватель, да. — А среди студентов кто пользовался так любовью? — По крайней мере, так скажем. — Ну, мы тесно дружили вот с Филиным, Игорем Филиным. Он тоже... — Это наш выпускник тоже? — Да, он тоже защищал диссертацию, занимался штамповкой. И он являлся доцентом по техническому институту. Работал также на кафедре машины для обработки давления. — На Явленского, да? — Нет, он от ТУЗа попал в аспирантуру. Ну, сейчас вот у нас среди тех друзей, с которыми мы учились, студентов. Игорь Палашов, главный инженер металлического завода. Мы о них еще по-видимому будем рассказывать. И я, чтобы вас не очень не утомлять, последний раз, последний хочу вам задать вопрос такого свойства. Ну вот мы с вами, точнее говоря, вы закончили институт, и… Как вы считаете, да, мы с вами, да, потому что мы действительно вместе с закупочением института, и, кстати, в один год действительно. Вот, Игорь, я тогда тебя так спрошу. Ну, как ты считаешь вообще сама система заводов ТУЗ, что она вообще несет в себе положительного, что тебе помогло в какой-то мере, ну, вот достичь того уровня? И второй, и где ты сейчас работаешь? Вот второй вопрос. Ну, начнем с первого. Я вообще, когда меня спрашивают о системе заводов ТУЗа, если ее, конечно, вот в полном идеальном ее, вот, как задумано она была, то считаю, что очень полезно, особенно для тех ребят, вот, как я со школьной скамьи пришел получать инженерную специальность, и это было исключительно полезно. Сейчас я работаю, служу в, ну, так же, в политикумственном спецепте, это государственный технический университет, и это называется, в рамках университета называется Институт международных образовательных программ. А мы готовим студентов, иностранных студентов, начиная от педрузовской подготовки и заканчивая полной циклой обучения. Мы определяем, обеспечиваем, значит, языковую поддержку, теоретическую поддержку по общей образовательной статистике. Ну и вот теперь это как институт, он размещает заказ на обучение студентов по различным специальностям в рамках университетского института. Здравствуйте, Сергей Нестерович! Привет, Александр Григорьевич! Мы с вами давно знакомы, меня, к сожалению, не видно. Ну и все равно, Сережа, я думаю, к тебе могу обращаться тогда? Конечно! Ну вот, Сережа, я хотел бы тебе задать несколько вопросов. Мы с тобой вместе заканчивали наш родной институт, завод ТУС, который сейчас называется Санкт-Петербургский институт машиностроения. И если мне не изменяет память, ты его заканчивал, кажется, в 1976 году. А ты мог бы в двух словах сказать, вот твой путь, и кем ты сейчас являешься, и кем ты работал до настоящего времени? Очень-очень кратко. Путь довольно длинный. Значит, два года мы заводим турбинных лопаток, кафедра технологии машиностроения в ТУЗа, два года армии, кафедра технологии машиностроения в ТУЗа, защитил диссертацию, доцент Плитмо, представитель комитета по вопросам собственности Ренсовета, сейчас вице-президент Академии недвижимости. Ясно, спасибо большое. Меня вот интересует такой вопрос. Ты когда был в Петросовете, ты, кажется, занимался там, там называлось, это если не ошибаюсь, комитет по соцсобственности, да? Нет, соц никакой не было. По вопросам собственности. По вопросам собственности, да, совершенно верно. А что входило в твои функции в двух словах? И почему именно ты сейчас стал заниматься вот этими вопросами? Вопросами недвижимости? Ну, поскольку я там приобрел соответствующую квалификацию за эти четыре года. Квалификация. Кроме того, что все законы, связанные с недвижимостью и с собственностью, принимались тогда, когда я был депутатом, часть из законов и нормативных, которые я писал сам, поэтому мне легко было включиться вот в эту сферу деятельности. То есть функция наша была главная, это нормотворчество, разработка наших ленинградских, потом петербургских документов, потом контроль за соблюдением закона по приватизации, это главная наша задача была, и вообще все, что связано с собственностью Санкт-Петербурга. Ясно. Тогда такое еще хочу тебе задать вопрос. Ну, я думаю, что ты, наверное, не бросил вообще свою политическую какую-то деятельность. Ты вообще ее собираешься как-то продолжать или нет? Ну, я потихоньку продолжаю. Последнее, что чем я занимался, это пытался избрать губернатора Болдырева Юрьевича. А, ну и что? Он могла зарегистрировать кандидатом с большим трудом. Пять судебных процессов в наших группах выигранных у избирателей комиссии, у законодательного собрания, у мэра Санкт-Петербурга с тем, чтобы зарегистрировать Болдырева кандидата. Но голосов не хватило немножко. Ясно. Значит, нам теперь надо ждать следующего захода, я так понимаю, да? Это уже больше от него зависит. Ясно, понятно. Хорошо. Ну и последний вопрос я хочу тебе задать такой. Вот мы с тобой вместе закончили завод в ТУЗ. Ну и как ты считаешь все-таки, что-то дает он вообще или нет? Ну чем он отличается от обычного ВУЗа? И это я говорю с той точки зрения, что многие ребята поступают молодые, а они мало себе представляют, что это за система. И вот в двух словах хотя бы, что это дает? В чем преимущества основные? Ну я бы сказал так. Из двух частей будет мой ответ. Первое. Главное, не где учишься, а кто учится. Нельзя научить, можно только научиться. Научиться можно везде. Это первое. А второе, я очень доволен, что завод в ТУЗ дал мне жизненную школу. Не то, что называется образование, а именно жизненную школу. Три года, проведенных на заводе, в такие молодые годы, параллельно с учебой, они очень дали мне в жизненном плане много. Я раньше бы взрослел, чем если бы я учился, скажем, при техническом институте. Спасибо. Ну и последнее тогда, что бы ты хотел пожелать нашим будущим инженерам, которые заканчивают и те, которые собираются поступать? Я бы только одно хотел пожелать. Найти хорошую, интересную работу, поскольку перепроизводство инженеров сейчас катастрофическое при свертывании производства. Да. И последнее. Меня уже так просто для себя интересует такой вопрос. Как ты считаешь, а вообще требуется сейчас такое количество инженеров? Или не требуется? Есть только сейчас и по данным. Не требуется, да? Ясно. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, вы, кажется, закончили наш институт, если я не ошибаюсь, в 1980 году, да? Да, это действительно так. Вы не могли бы вкратце рассказать вот этапы вашей трудовой биографии? Что вы делали после окончания института и чем вы сейчас занимаетесь в настоящий момент? С удовольствием скажу краткую биографическую справку о себе. Закончив институт в 1980 году, кстати, в заводе в Тузе в 1977 году я был ленинским стипендиатом и закончил институт с отличием. И был, как мне, естественно, очень приятно, первым в выпуске 1980 года. Судьба моя была такова. Меня пригласили работать на кафедре технологии межнастроения под руководством Андрея Санчо Матарина, крупнейшего специалиста в области технологии. Я проработал на кафедре до 1988 года, после чего перешел работать в институт точной механики и оптики, где мне удалось поработать бок о бок с такими крупными специалистами отечественной науки, как Сергей Петрович Митрофанов, как вы знаете, это автор группового метода обработки, и Юрий Гдальевич Шнейдер, автор перспективного и широко использованного в промышленности метода виброобкатки с регулярным микрорельефом. В настоящее время я работаю техническим директором акционера общества «Контактария». Он говорит, как ужас какой. Я говорю, вы знаете, вы еще не видели, что в этом инстуке вообще есть. Ну, это не мой кабинет. А это кабинет Шнейдера, да? Это кабинет Шнейдера. Владимир Иванович в кабинете Шнейдера. Самого Шнейдера есть. Мы здесь выделили, так сказать, уголок, уголок примут в этом месте. Это мой слой. Ну, вот до сих пор здесь нахожусь, работаю. Принцип простой. Малыми силами большие дела. Да.